приветствую всех на своем канале орхидеи от татьяны сегодня начинаю свой ролик с такой прекрасной нежненькой лапулечки как мукола посмотрите какая прелестная орхидеи замечательная девочка не листочки красивенькие такие конопатенькие вот она распустила второй цветоносик правда на нем очень мало цветочков это разветвление еще получается но ничего но сегодня будем говорить не они а поговорим о моих реанимашка как они себя чувствуют и в каком они сегодня состоянии сейчас я уберу эту муку в сторону посмотрите пожалуйста на мою шальную цветонью как она продолжает цвести прекрасно себя чувствует она замечательная орхидеечка но как оказалось она без корней и и у нее сильно тургор листьев нарушился ну как начала я ее лечить немножко есть изменения сейчас вам покажу смотрите корневая корни не пустила она пока я сделала такой горшочек импровизированный даже почечки нигде не пустила бутылку просто обрезала вверх ногами и на дно налила водичку с препаратом hb101 и вот так она у меня стоит я ее ставила два раза через день листиками вниз и а и тургор немного восстановился листьев очень даже неплохой был вялый пожмяканный аж сжатые были листики сильно сейчас видите они выпрямляются уже форму держит то не держали видите уже назад тук тургор листика восстанавливает значит она пошла на улучшение цветочки они с она свои тоже тургор не теряет цветочки плотные очень красивые восковые смотрите какие замечательные плотные листой цветочки в общем я ее спасала с препаратом hb101 и у меня получается этот препарат это вообще-то натуральный виталайзер он действительно что виталайзером помощник во всем во всем всем растениям помогает моим орхидеям в первую очередь чуть что с ними случается я быстренько билу за этим препаратом сразу раз 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 купила настроила вот смотрите вот это каменная роза которая купила тоже реанимашку сильно было пожмяканные листики видите тут еще какой-то чернота но она сухенькая чернота и резко начала точка роста мокнуть черная я салфеткой промокнула и гниль остановилась дальше я ее замочила полностью препарате hb101 и посадила в перли и посмотрите какой она выбила новый корешочек прошлом видео я показывала какой она корешочку маленький был в этом виде он уже покрупнее а вот еще один корешочек как раз новиночка для всех и для меня видите какой корешочек пустила с этой стороны то есть перлите она ожила и плюс препарата hb101 и с ней будет все хорошо вот написала каменная роза надо будет написать еще число какого числа я начала лечение затем у меня были и реанимашечки это реанимашечки но сюрприз неизвестно какой будет в точке роста вот видите цветоносик никакой корешков нету интересно когда она придет в себя листы тоже были вялые я отмачиваю в препарате hb101 листики еще вяловатое но уже получше вот и начало 25 мая я начала ее лечение просто поехала в эпицентр смотрю орхидейка по 50 гривен думаю что надо взять попробовать а вдруг спасу корней там одна выпадала с горшочка полностью я еще одну купила вот она а вторая вот это вот это по моему выпадала это еще немножко подержала здесь больше в корни ну корни видите какие черные гнилые никуда не годятся здесь и написала цвет сюрприз 25 мая вот эти две орхидеечки я начала лечить 25 мая вместе с вами на канале вот видите листик еще не совсем восстановился этот уже плотный а этот пожмяканный весь еще в другую сторону выворачивается я их также замачивала препарате hb101 но на это надо все время этот препарат не работает как волшебная палочка раз и готова не надо немного время чтобы восстановилась орхидей также вот у меня стоит орхидейка такая как колода но она не колода я есть срезала верхнюю часть так как она перейдет перегнил стволе начала падать в сторону я верхнюю часть отделила пенек оставила жду от него что-то намазала препаратом максима и корни пока зеленые с ней все хорошо но тургор не теряет у нее все хорошо бутылку я обрезала тоже вверх ногами в колпачок налила воды это без препарата hb101 наливала воды и вот так вот у меня стоят мои реанимашки в такой микро мини микро теплички эти орхидейки я вам уже показала цветунью показала это у меня орхидейка тоже надо было подписать ее какого числа она черная она ну как она темнее вот этого цвета вся однотонная как каменная роза только еще три липса нашла такие как бабочка и три лебесточка защипчик и в общем красивая очень очень красиво она тоже потеряла тургор была и еще вот на вот этом листочке той стороны такие были пупырышки и я лечила их долго короче подлечила она пришла в себя все у нее хорошо вот корня намного не пускает на этот корень живой ему новенький корешочек есть ползет скорее всего корешочек цветоносом я пока от нее не жду я хочу от нее добиться побольше корневой системы еще вот одна орхидеечка который мы тоже с вами на канале лечили может кто помнит по цвету усохших листиков эту орхидейку если кто со мной был давно на канале вспоминайте это черная орхидейка вот и подписала black strippes это черная такая набитая выбитые вот эти прожилочки были очень красиво чернильного цвета вот она засушила цветонос до половины и вот с цветоносика выбивается почка обрезать этот цветонос я не буду так как у меня были случаи при обрезке цветоноса туда попадала инфекция некоторые обрабатывают цветоносы кто знает на канале моем видели видео а это я была не обработала просто обрезала и попадала инфекция тоже была почка уже в раскрытом почти состоянии почти такая же и засох цветонос дальше 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 и весь засох поэтому я его не обрезаю пусть себе выбирает орхидейка сама как она хочет эту орхидейку я покупала с было корней очень много но они были очень сухие и я думала она пропадет листья были жмяканы и вообще в тряпочку сейчас она восстановила полностью тургор я ее купать не купаю очень боюсь за нее чтобы она выжила потому что сильно она долго приходила в себя но смогла прийти видите она в этом месте перегнулась и лист полностью тверденький хороший плотненький корешков новых не пустила но я рада тому что она и не не чернеет корни видите вот зелененькие она у посажена в керамзит вот еще корешочки видно вот просвет керамзит поливаю я ее просто водичкой свои орхидеи я стараюсь не поливать удобрениями не люблю я чего-то удобрения они у меня и так растут и цветут замечательно а препаратом аж без 101 я спасаю очень много орхидеи а с чего началось это видео я хотела вам рассказать такую приятную новость эта новость была для меня очень неожиданно я так обрадовалась что прямо не могла не поделиться с вами сразу же взяла мобилку и давай снимать видео а видео я снимала из-за этой орхидейки вот у меня орхидейка hot kiss горячий поцелуй она очень сильно удлинилась и я ее отделила от корневой системы и решила посадить ну отдельно но так как она еще не раскуклила корешки вот сейчас только начала раскукливать я ее никуда не сажала оставила в таком состоянии в обрезанной бутылочки здесь у меня 2 орхидейки в одном кашпо пока не они она хорошо себя чувствует у нее все в порядке а сейчас очень хорошая новость тот корешок который я оставила отход кис корни конечно почернели некоторые зеленые видите посадила я его в керамзит сверху обложила мох который из лесу видите зелененький и что я сегодня заметила посмотрите деточка идет вот видите ура мой корешок пустил деточку я не могла нарадоваться этому событию сейчас покажу еще это еще одну видела деточку запуталась тут вот эти зеленые зеленый мох я немного сбилась с толку но это деточка сто процентов деточка ход кис мне пустил деточку я такая рада я замечательно это растение она как зацветет сказочно так цветет красиво но я никогда не имела еще деток из такого дряхлого корня посмотрите я думала пенек сухой и она ничего не получится оказывается раз и такой сюрприз мне на сегодняшний день это сказочный сюрприз я такая рада очень рада прямо аж целовать этот пенек хочется с радостью сейчас я вам увеличу покажу эту красоту вот видите какая деточка делаем вывод дорогие мои подписчики и гости моего канала если у вас есть пенек то надежда всегда есть остается не выбрасывайте свои пеньки даже в таком состоянии как мой посмотрите какой он сухой я бы могла его выбросить но у меня решила решила поэкспериментировать видите какой вообще дряхлых сухой никакой а так как я люблю эксперименты я оставила этот пенек в той системе такой же как я сажаю новые орхидеки свои в керамзит мне очень понравилась посадка в керамзит даже лучше чем в кору по моему хотя может быть и но разные орхидеки по-разному себя чувствуют я не буду утверждать что кора плохо а то хорошо вот я сажала в пеностекло в пеностекле мне не удаются орхидеки они у меня два раза я сажала и два раза я пересаживала в другую систему потому что пеностекло начинало запах какой-то выделять что это такое нет это не и в общем мне не понравилось я убрала пеностекло и посадила в керамзит керамзит мне очень нравится еще мне нравится моя любимая посадочка я посадила три орхидеечки просто в кору они себя замечательно чувствуют я тоже ними довольна смотрите видите две вариантные орхидеечки и одна тоже это мультифлор очки это миди называю орхидейка но у меня новая проблемка я с реанимашкой купила чудо-юдо высасывающих соки посмотрите что я купила на след следующее видео я вам покажу и расскажу как избавиться от этого насекомого видите сколько она яиц спустила белых вот точечки вот эти вот все точечки вот это яйца этого мучнистого червеца видите какой и в следующем видео я покажу как я буду бороться с этим мучнистым червецом ведь он живой абсолютно ползает наш рука шатается от этого хочу его убить и хочу вам показать у меня шатается рука дергается в разные стороны хоть а нервы на пределе как это он ползет по моему растению которое мне нравится и я ничего не делаю сижу и просто смотрю это ужас какой-то вы не представляете какое мне сейчас чувство но не важно сейчас я его конечно же уберу и начну сразу же другое видео чтобы показать вам как я буду бороться с этим пришельцем все спасибо всем за внимание оставайтесь вместе со мной и мы победим всех нежеланных гостей до свидания и 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 Субтитры подогнал «Симон»